Русские новости Реальности, в которой мы живем Прежде всего в украинском вопросе В вопросе взаимоотношений России и Украины, русских и украинцев Остальная часть книги посвящена положению нашей страны И той катастрофе, в которой она находится Не Украина Украина является периферией России Важной, конечно, для нас частью Но все-таки это периферия А центральный вопрос о состоянии Российской Федерации Как ядра русской цивилизации Оно в состоянии полной катастрофы И Сергей Глазев это доказывает Несмотря на то, что он продолжает Обслуживать тот самый политический режим Который привел к катастрофе И удерживает Российскую Федерацию В катастрофе Никаких рецептов Разрешения катастроф Фактически Глазев не имеет Потому что он находится Он сам себя поставил В такие рамки По моему опыту Изучения позиций Глазева Он никогда не мог сформулировать задачи Задачи государственного строительства Задачи экономического развития В силу оторванности от жизни В силу незнания современных технологий И тенденции развития мировых рынков Он может скорее констатировать На основе официальной статистики Что происходит в нашем государстве Констатация понятная Геноцид, катастрофа У него есть такая книжка Написанная там уже давным-давно Геноцид И сейчас можно было бы сказать Что новые оценки Свежий выпуск книжки 2015 год Издательство Книжный мир Новая оценка точно такая же Катастрофа Россия находится в состоянии катастрофы И Сергей Юрьевич отмечает Что до сознания граждан Еще это не дошло Но не доходит еще до людей Вот они увлекаются Новороссией Сейчас вот бомбардировками в Сирии Потом терактом, который им предложили Тоже для того, чтобы отвлечься от того В каком состоянии находится страна Ну даже мыслящим людям И то забивают мозги Вот теми Той повесткой дня Помните, как вот Нарочницкий писал Повестка дня Власть формирует повестку дня Вот так она формирует повестку дня Для того, чтобы вы, уважаемые граждане Вообще ничего не понимали В том, что происходит вокруг И многие из вас Кто раньше трезво оценивал ситуацию Теперь говорят Ну знаете, вот я пересмотрел свою позицию Путин все-таки не такое дерьмо Как вот я раньше думал Он все-таки волевой руководитель Но этот волевой руководитель Поставил и удерживает нашу страну В состоянии катастрофы И катастрофа это абсолютно неизбежно Чем быстрее мы избавимся от Путина С его шайкой Я совершенно осознанно называю Всю эту группировку шайкой Это бандитская преступная группировка Которая не чурается ничем Вплоть до политических убийств И пока мы терпим эту шайку Мы будем стоять на грани катастрофы Которая может разразиться в любой момент А пока мы обсуждаем украинский вопрос И вот не случайно Книжка в которой Глазьев В общем-то оценивает путинизм Он не называет так Но он оценивает ситуацию А мы все это называем путинизм Это безобразие Которого еще не знала Россия Такого предательства Такого масштаба воровства Россия не знала за всю свою историю И в этом смысле Путин конечно рекордсмен Но Глазьев вынужден выпускать книжку Вроде бы как об украинской катастрофе Где говорится на самом деле О катастрофе в России И для того чтобы как-то Оправдать название книги Вот книга открывается Статьей решительно Жестко и точно О чем идет речь не очень понятно Здесь есть пометочка Давайте мы ее прочтем Хотя с момента публикации этого интервью Многое изменилось Установлено перемирие Идут переговоры Тезисы авторов сохраняют свою актуальность Если бы к ним прислушались раньше То не было бы ни сбитого малазийского самолета Ни массовых убийств мирных жителей Донецка и Луганска Цена в регулировании украинского кризиса Со временем лишь растет И чем дальше Украина будет оставаться Под оккупацией установленного США Фашистского режима Тем больше человеческих экономических потерь Будут нести народы Украины, России и Европы Вопрос в том, что должен быть сменен режим В Киеве Не так ли? То есть нынешний режим Блазьев и те, кто пользуются аналогичной риторикой Называют фашистский Риторика это неправильная Это риторика из раздела ругани Потому что слово фашистский в данном случае Употребляется в общем не в научном смысле Не в политологическом, а в ругательном, таком бытовом Вы все фашисты, понимаете? Вот мне сто раз говорили Ты фашист Я помню, как еще в 90-е годы Или даже там в 80-е годы Толпы ходили по улицам Размахивали флагами И кричали непонятно кому Фашисты, фашисты Вот примерно такая же риторика Когда я вижу в публикациях серьезных людей Слово фашисты или фашистский режим То я понимаю, что речь идет не о научном осмыслении А о подключении к той пропагандистской работе Которую ведут подконтрольные Кремлю Средства массовой информации А других у нас уже не осталось Нет неподконтрольных Кремлю Средств массовой информации Все они соучаствуют в создании Иллюзорной картины мира Поэтому, когда говорят слово фашисты Даже в отношении совершенно омерзительного режима Порошенко То это риторика пропагандистская И заметим, с этими фашистами ведут переговоры Ручкаются, чуть не обнимаются Это партнеры, их так называет Путин Это партнеры его Его партнеры фашисты, по мнению Глазева И тех пропагандистов, которых сам же Путин Направляет на то, чтобы морочить голову Нам с вами, граждане Они фашисты, а вы тогда кто? Господин Путин Вы тогда со всей своей команды Прихвостнее этих фашистов Потому что вы следуете той стратегии Которую эти так называемые фашисты Продолжают в течение многих лет И вы сочувствовали этой линии И соучаствовали в ее развитии То есть, если судить по риторике Господина Глазьева Вы соучаствовали в оккупации Украины Соединенными Штатами Или тем политическим режимом Который полностью подконтролен Соединенным Штатом Это довольно поверхностный подход И вот этот поверхностный подход В риторике этой статьи Глазьева Открывающей книгу Достаточно хорошо просматривается Здесь говорится о том Что Соединенные Штаты используют Украину Для того, чтобы создать плацдарм Аналогичный тому, который создавали Из гитлеровской Германии Для того, чтобы напасть на СССР Во-первых, с плацдармом там как-то не вполне удалось Да, удалось покорить Европу Но американцам самим пришлось воевать С тем самым плацдармом Который превратился усилиями гитлеровского режима В целый континент И без помощи Советского Союза Одолеть этот континент имени Гитлера Было практически невозможно А это была вся Европа И вся Европа готова была подчиниться Определенному политическому выбору Определенному политическому режиму И он был поддержан народами всей Европы Можно сказать, практически без исключения И теперь тот режим, который устанавливается на Украине Действительно поддерживается всей Европой И похоже, всей Европе будет от этого не сладко А тут еще подкатилась проблема с мигрантами Вот Европе не позавидуешь А России? Если все время вспоминать о России Когда мы говорим об Украине То каждый раз нужно говорить А у нас в некотором смысле еще хуже Еще хуже Потому что мы не можем рассчитывать ни на чью поддержку И если и будут воевать, то только с нами В поддержку Украины, но против России Правда, думаю, что это не стратегия государства Соединенные Штаты Америки Это стратегия закулисных сил Которая присутствует в том числе На высших этажах государственной власти В Российской Федерации Я не говорю уже об Украине То есть это замысел по ликвидации Российской Федерации Руками самой Российской Федерации И Путин здесь является самым надежным инструментом То есть он делает все для того, чтобы Россия погибла Но Сергей Южглазев, к сожалению, находится на службе У этого негодяя Который рассматривает нашу страну Как, ну, такое, скажем Место, на которое можно угнездить свое худое седалище И просидеть здесь до своей физической смерти Пока вперед ногами не вынесут Или пока Россия не погибнет И тогда надо будет Вот что они будут делать Они разъедутся на свои фазенды Которые они закупили В Европах, Америках И, может быть, даже в Африках Вот в чем беда-то Люди, которые считают Которые разоблачают фактически этот режим Вроде Глазева или Нарочницкая Находятся на службе у этого режима Как это понять? Мне это совершенно невозможно понять Как это укладывается в одной голове Анализ того, что является катастрофой для нашей страны В общем-то, не надо быть семипядей во лбу Чтобы зарегистрировать катастрофу И постоянное участие в пропагандистских кампаниях Того режима, который эту катастрофу организовал Ну вот, смотрим О чем пишет Глазев О том, что происходит милитаризация страны, Украины С целью войны против России Открыто провозглашается Все это украинским руководством Мы видим тотальную антироссийскую пропаганду Которая использует приемы тоталитарных сект Ненависть к гражданам России Как к недочеловекам и вообще не людям А Российская Федерация Какую пропагандистскую работу ведет? В общем-то, ненависть к русским людям И русской сущности русского человека Вот какая пропаганда ведется каждый день По телевидению Российской Федерации А это важнейший из искусств Чисто большевистский или, я бы сказал, гибельсовский прием Который используется режимом Путина Против русского большинства Ну, против Украины тоже Но на Украине тоже живет русское большинство Как бы оно себя не называло Как бы это затмение не калечило мозги людей Тем не менее, там тоже живет русское большинство И против него натравливают русское большинство Российской Федерации Точно так же Ну, посмотрите все эти дискуссии в интернетах То же самое Это недочеловеки Это укры какие-то Это вообще сумасшедшие люди Ну, сумасшествия там полно Но и у нас по эту сторону границы Организуется другое сумасшествие Это кто поджигатель войны? И с той, и с другой стороны Активнейшим образом работает пропагандистская машина Чтобы война состоялась Ну, не клеится Не хотят русские люди против русских воевать Да, ополченцы защищали Донбасс Больше уже защищать там нечего, я считаю Потому что уже самих ополченцев начинают уничтожать Тот самый бандитский режим Который установлен кем? Российской Федерацией Бандитский режим на территории Новороссии Установлен Российской Федерацией А не украинской хунтой Как бы ее там не называли Фашистской или нет Их интересовал не русский проект Когда они начали говорить о русском мире Специально смутили людям мозги Не было там с их стороны Никакого желания организовать русский проект Если бы было так То на территории Российской Федерации Этот русский проект Проект русского мира Тоже был бы запущен Он не был запущен Поэтому их там интересовали Только собственность И разные интриги Одна из главных интриг Это заморочить людям голову Создать обстановку Такого напряжения В мозгах и в душах Которое отвлекает от реального положения дел В России Вот в Киеве сегодня действует Марионеточное оккупационное правительство Пишет Глазьев Какое правительство действует в Российской Федерации Тоже оккупационное И тоже марионеточное Никакого отношения к интересам Российской Федерации Это правительство не имеет И Глазьев в этой книге Доказывает это Используя даже официальную статистику Которая врет Ну раза в два В свою пользу Но все равно не может настолько наврать Чтобы показать какие-то цифры Приемлемые для существования нашей страны Глазьев определяет войну в Новороссии Как войну, которую ведут против России Соединенные Штаты Америки Я думаю, что там войну ведут не Соединенные Штаты Америки А закулисная группировка олигархов Включая российских олигархов Всех вместе То есть вся олигархия Российской Федерации Которая прекрасно известна Путину Соучаствует в организации войны Потому что эта война выгодна Для смущения умов Для поддержания рейтингов Рейтинги эти фиктивные И для обоснования массовых политических репрессий Против прежде всего русского движения Все эти разговоры либералов Что их там притесняют Несчастные они такие Вранье все это У либералов полно спонсоров И финансовых, и политических И они включаются в эту систему И можно сказать Что это оппозиция величества А вот русские националисты Да, это могильщики На недействующего режима И одновременно это спасители России от разрушения Поэтому репрессии ведутся Прежде всего против русского движения И мы прекрасно это видим В особенности в 2014-2015 году Особенно зверские репрессии Уже дело доходит до прямых фальсификаций Судебных процессов Они, можно сказать, все фальсифицированы Они теперь придумали способ Как вот привлекают неких экспертов Полоумных, которые фактически Сажают людей в тюрьму Ну а судьи, они просто Используют ситуацию Дали там каким-то экспертам Задание, они написали свои экспертизы А судья просто проштамповал эту экспертизу И вынес приговор Обвинительный приговор США остаются страной-агрессором И геополитика США Ориентирована на выращивание Русофобствующего украинского нацизма В продолжении германской и английской традиций Ослабления России Ну а Россия так вот подчиняется всему этому То есть стратегии США Она подчиняется Почему она подчиняется? Нечем противодействовать Потому что предательское правительство Ведет предательскую политику В течение многих лет Соединенные Штаты пытаются развязать В Европе очередную войну Для решения своих проблем Да, действительно проблем много Там пузырь деривативов То есть фиктивных денег Есть характерная для эпохи смены Доминирующих технологических укладов Явление капитал Высвободившись из устаревших производств Не сразу находит дорогу к новым производствам И зависает в финансовой сфере Вот это основная проблема Нынешнего мира Как считает Глазев Я считаю по-другому Никакого зависания нет Просто никто из олигархии Не собирается заниматься технологиями В силу интеллектуальной ограниченности Люди, которые оперируют финансами Это люди примитивные У них в мозгах нет понимания окружающего мира Нет понимания высокой науки Фундаментальных основ науки Это люди малообразованные Кто думает, что финансы это такое вот Место, где занимаются алхимией Как кто-то там Сорос написал Алхимия финансов Там что-то такое Мы вас приглашаем играть на Форексе Мы вас научим Это такая вот технология На уровне искусства И каких-то глубоких знаний Все это вранье Финансы это примитивный инструмент Просто перераспределение богатств Но эти инструменты С помощью определенных политических кругов Были использованы для того, чтобы грабить весь мир Вот нас с вами грабят Ну примерно Мы должны были бы быть богаче Каждый из нас Ну в три-четыре раза Вот примерно так Каждый может быть прикинув Три-четыре раза Он мог бы быть богаче Если бы у власти стояли Примитивные люди с образованием Непонятных советских юридических вузов А действительно ученые Которые знают Каким образом развивается наука И каким образом развивается общество Если бы такие люди стояли у власти Каждый из нас был бы в три-четыре раза богаче Потому что финансовые инструменты Работали бы в интересах развития производства Сейчас наоборот Финансы действуют против производства Это осознанный выбор А не какое-то вот зависание Такой естественный процесс И тогда мы политически попадаем В некую ситуацию Которая требует от самых крупных игроков Политического давления на своих оппонентов Вот якобы США давят на Россию С целью компенсировать Вот то самое зависание в финансовой сфере Ничего подобного Наоборот Финансовая сфера стала доминировать И она использует весь мир Для того, чтобы продолжать это доминирование Это фундаментальное противоречие Которое должно быть разрешено Если человеческой цивилизации В нынешнем ее форме Дано выжить Преодолеть Вот те болезни Которыми она больна Весь 20 век И сейчас продолжает болеть Все более тяжелыми формами Этой болезни Одно из проявлений Этой болезни Это уход в финансовые рынки Которые подавляют Развитие промышленности Науки, культуры И так далее Просто стирают Человеческую цивилизацию В пыль Глазев пишет Чтобы удержать свое доминирующее положение На мировом рынке Прежним лидерам приходится прибегать К силовым приемам Во внешней и внешнеэкономической политике Именно поэтому резко возрастает Военно-политическая напряженность Риски международных конфликтов Это его объяснение Его можно считать правильным Или неправильным Но главная мысль такова Мы живем в кризисном мире В котором управление страной Должно быть не аналогичным А прямо противоположным тому Что мы видим в управлении Других стран Пусть даже и более мощных Экономически Чем Российская Федерация Потому что это гибельный путь А мы бежим где-то в хвосте Этого гибельного пути И все болячки принимаем на себя И все это делает Не какой-то дядя нам неизвестный А конкретный дядя По фамилии Путин Со всей своей командой Всей своей шайкой Которая называется Правительство Российской Федерации И все кто в него входит Включая экспертов Помощников президента И мелких клерков Которые работают на старой площади Все эти люди включены В то безобразие В котором они соучаствуют Сопротивление Донбасса Следует рассматривать Как движение в защиту Не только местного населения От нацистской хунты Вот интересная риторика Просто повторяющая Телевизионные клише Но и в защиту России От американской агрессии А также всего мира От четвертой мировой войны И не надо думать Что Россия Позволив сдать фашистам Донбасс Обретает мир на своих границах И спокойствие внутри страны На очереди будет Крым И самое главное Активизация пятой колонны В столицах Да, все это будет Кто-то думает Что мимо этого Можно проехать Новороссию сдали Следующий этап Это сдача Крыма А Россию-то сдали уже давно Понимаете Вот те предатели Которые сидят в Кремле Сдали Россию уже давно И Новороссия для них Это эпизод Который просто смущает Нас с вами И представляет нам Ситуацию так Как будто бы Правительство Путина Будет воевать Со своими хозяевами Не будет Не будет воевать Война ведется Против русского народа Путином Обамой Там всеми этими Европейскими лидерами Всеми этими Поклонниками Киевской хунты Всеми поклонниками Бандеровщины Выращивается войско Против русского народа Не просто выращивается Оно в бою находится А русский народ В расплавленном состоянии Поклоняется Путину Своему губителю Это огромный успех Той войны Которая ведется Против нас Если мы этот успех Как-то не компенсируем Своим активным действием Противодействием Этому заморачивающему мозги Потоку информационной Информационной Помойки Ну наверное Все мы Тогда мы погибли Тогда мы погибли Мы что-то должны делать Прежде всего В своих мозгах Кому-то очень Нравится Воевать Он берет Оружие Приезжает в Донбасс Ему выручают оружие Он начинает воевать С кем он воюет И за что Ну да Было время Когда старались Остановить карательные отряды Готовые Счистить просто Новороссию И уничтожить там всех Кто хоть как-то Был заподозрен В сочувствии К Российской Федерации В готовности К ней присоединиться И так далее И так далее Но вот сейчас За спиной бандиты Впереди бандиты А вы стоите между ними И гордитесь тем Что вы стреляете Русские люди В русских людей Я думаю пора Эмигрировать Из Новороссии Пусть разбирается Правительство Российской Федерации Само С тем Что оно заварило там Поддерживать Эту войну Нет никаких Оснований Поддерживать Ополченцев Да Еще есть Кое-какие Основания Потому что Все-таки Эти люди Пусть они сейчас Не выполняют Той миссии На которую Рассчитывали И на которую Русские люди Рассчитывали Но тем не менее Ополченцев Поддерживать Следует Потому что Против них Стоит Действительно Организованная Уже в государственный Механизм Сила направленная Прямо против Русских людей Но надо понимать Что это не должно Быть защитой Кремлевского режима Который тоже является Государственно Организованной силой Направленной Против Русских людей Эта сила Пока еще Не используется Для того Чтобы Повально Везде Истреблять Все что Есть русское Но она Действует Подспудно Якобы Законными Методами Якобы Это легитимная Сила Нет Нелегитимная Незаконная Действует Незаконно И только Во вред Никаких действий В пользу Русского народа Путинский режим Никогда не предпринимал Это надо понять Я думаю Что Глазев Это знает Но почему То он решил Сделать выбор Вот в пользу Кремлевского режима И даже Подыгрывать его Вот в этой Пропагандистской Компании Надо понимать Что в Киеве Сидят неизбранные Законным образом Политики Пишет Глазев А в Москве В Москве Сидят точно Такие же Самозванцы Глазев пишет Что Задача Соединенных Штатов Спровоцировать Россию На ввод войск Обвинив Нашу страну В агрессии И ввести Финансовые санкции В размере Несколько сотен Долларов Для облегчения Запредельного Долгового Бремени США И далее Кризис Российских Корпораций Которые будут Лишены Этих денег Своих Зарубежных Активов Приведет Дестабилизации Европейской Банковской Системы И произойдет Отток капитала В США Спрашивается Что делал Путин У которого Советникам Уже Где-то Лет 8 Наверное Глазев Что делал Путин Для того Чтобы Предотвратить Эту ситуацию Почему он не выводил Активы Российских Компаний Из офшорных Зон Почему не Сворачивал Активы Российских Государственных Корпораций Которые находятся За рубежом Офшоризация Российской Экономики Это же Стратегия Путина Никого-нибудь Другого Именно государственные Корпорации Регистрируют Свои активы В офшорных Зонах Как это Произошло Сергей Юрьевич Надо себе Как-то этот вопрос Задать И задать вопрос Вот все Это Вот эта Стратегия Она кем Подготовлена Это Обама Все спланировала По-моему Здесь Прямая Была игра В поддавки И сейчас Она приводит К той ситуации Которую Да никто Не собирается Разрешать Разве Российская Федерация Собирается Разрешать Эту ситуацию Нет Глазев пишет Санкции Против России Несут Странам Ест Ущерб На суп Около 1 триллиона Е Около Триллиона Евро Все это Втягивание Европейских Стран Это их политическую зависимость От США Война В Европе Дает повод Для наращивания Военных Раскодов В интересах Военно-промышленного Комплекса США И одновременно Это Перегружает Россию Экономически Чтобы она Капитулировала И произошел Как пишет Глазев Неконтролируемый Распад страны Как будто Контролируемый Распад Это Как бы Норма А вот Неконтролируемый Это нехорошо Ну тут скорее всего Просто риторическая Ошибка Наконец Якобы Соединенные Штаты Стремятся Разрушить Выстроенный По советским Технологиям Полностью Совместимый С российской Промышленностью Во всех Технологичный Сектор Российской Экономики Но это Уже Мелочь В сравнении Со всем Остальным Я полагаю Что Этим Описанием Стратегии США На самом деле Глазев Описывает Стратегию Кремля Стратегию Путина Глазев Делает Упрек Украине Украине Что она Не участвовала Например В таможенном союзе Что позволило бы России сэкономить Огромные деньги На строительство Северного потока Надо добавить И Южного потока Тоже Ну а кто Работал на то Чтобы просто Попытаться Вот этот Враждебный кордон Созданный Усилиями Самого Путина Обойти Этими Трубопроводами По дну моря Колоссальные затраты По дну Черного моря По дну Балтийского моря И поставлять в Европу Европа сама Соучаствует в том Чтобы создавать Эти кордоны Соответственно Ни северный поток Ни южный поток Не сработали Не сработают И Это безумие было Вместо того Чтобы работать С братской С братской Белоруссией С Прибалтийскими государствами Прежде всего С огромным Русским населением Которое там Присутствует С Украиной Взяли и Согласились на то Чтобы все это Было враждебно России И давайте мы Эти вот Трубопроводы Направим Ну это еще и Поддержание сырьевой Зависимости Направим по дну моря В обход этого Этого кордона В Европу И продолжим торговать Это конечно безумие Это безумные траты Траты не на то Траты на то Чтобы обслуживать Олигархию И чтобы грабить бюджет Да не нужны были Ни северный Ни южный поток А нужна была Здравая политика В самом ближнем зарубежье Политика Дружбы с братскими народами А не дружба С русофобскими режимами Которые там возникают То и дело И с русофобскими силами Которые захватывают Там экономические высоты Но соответственно Если не такая дружба То тогда дружбы с олигархами Не должно было быть И тогда Путин Вместо того чтобы наращивать Олигархию Принял страну С семью олигархами А сейчас Будет сдавать страну Там будет полторы сотни Олигархов Миллиардеров У которых Миллиардное состояние В долларах Если бы Была иная политика То не было бы Этих олигархов Вместо того чтобы Наращивать их количество Они бы просто исчезли И вся их собственность Была бы Экспроприирована В пользу России Совсем другая экономическая Политика бы проводилась Глазев пишет Надо до предела сократить И даже полностью Ликвидировать Российские вложения В американские ценные бумаги Включая бумаги Казначейства США Это надо было сделать Давным-давно Но Путин не будет Этого делать А Глазев Как-то с Путиным Вообще что ли не общается Он находится на содержании У Кремлевской администрации И как Бобик на поводке Бегает Пока поводок длинный И он будет говорить Все что ему вздумается Но потом поводок натягивает Он начинает говорить Про Украину Фашистское государство Там Нацисты И так далее И так далее А те про нас будут Говорить то же самое Вот мы здорово Славяне со славянами Поговорили Потом начали морду Друг другу бить До смерти Надо отказаться От принципа ограничения Объема рублевой эмиссии Размерами имеющихся Золотовалютных запасов Об этом говорит И Катасонов Это уже давно Ясно всем Любому здравому человеку Это ясно Что надо рубль с долларом Развязывать Но этого не делается И не будет сделано Потому что действует Экапутационный режим Никаких других причин нет Надо прекратить Вывоз капитала Провести Деофшоризацию Экономики России Ежу ясно Что надо И Путину ясно Но просто Его хозяева По другую сторону Баррикад По другую сторону Здравого смысла Который Приводит К процветанию Страны Они просто Разбирают Нашу страну На части Больше ничего Понимаете Невозможно Всерьез Разговаривать С тряпичными Петрушками Надетыми На чью-то рук Имея ввиду Правительство Украины Так пишет Глазев Да нельзя Нельзя Но разговаривают Разговаривают А США Диалога нет И не может быть Потому что Это Диалог Правой руки с левой Что ли Или Правого полушария С левым полушарием Да это Один и тот же Мозг действует Вот Настоящая правда Настоящая правда Не в том Что режим На Украине Там Нацистский Фашистский Настоящая правда Что И на Украине И в России Режим один И тот же И управляемый Из одной И той же точки Да Они могут Организовывать Конфликты Между собой Для того Чтобы население Там и там Возбудилось От состояния войны Нашло себе врага И с ненавистью На этого врага Бросилось Вместо того Чтобы понять Что главный враг Сидит На президентском кресле Сидит в правительстве И что Порошенко Что Путин Это два сапога пара Эти люди Реализуют Одну и ту же стратегию Эта стратегия Направлена Против русских людей На Украине Или В Российской Федерации Разницы нет Резкое падение Уровня в жизни Население вызовет Взрыв социального протеста Который СМИ направят В сторону Российской Федерации Это создат массовый Антироссийский психоз Необходимый для Развязывания войны С Россией За Крым Да видимо это будет сделано Но не режимом Порошенко Он уже все сделал Все что смог А режимом Российской Федерации Еще нам предстоит Война за Крым Повоюют в Сирии Отработают там Некоторые методы Потом начнут утюжить Территорию России Территорию Украины Вот будет Радость Мировой олигархии Когда русские Убивают русских Всеми возможными способами Которые только есть Думаю что Кремль Подведет нас к этому То есть чем ближе Мы к экономической катастрофе Тем агрессивнее Политика Кремля В организации Войны славян между собой Оранжевая идеология Себя полностью дискредитировала Не только на уровне Исполнителей Но и на смысловом уровне Однако реальной Незападной альтернативы На уровне общественного сознания Так и не возникло Это говорится про Украину Я думаю что один к одному Можно то же самое сказать О Российской Федерации Во всех наших бедах Виновата Москва Виновата Россия Этот тезис вдалбливается Украинским телеканалом По заветам доктора Геббельса У нас точно так же действуют Наши Российской Федерации Они уже давно не наши Телеканалы Точно так же по заветам Геббельса Во всем виноваты США Виноваты Виноват Обама Виноват Вашингтон Да Мы виноваты в том Что терпим такое правительство И подчиняемся ему И даже некоторые умудряются Любить родного Великого Вот этого Вот это плешивое Ничтожество Жаль конечно что так сказал Нехорошо Наряду с мерами По подрыву возможности США финансировать Рост военных расходов Необходимы политические усилия По формированию Широкой антивоенной коалиции С целью осуждения Американской агрессии И разблочения ее Организаторов В Вашингтоне И Брюсселе Это из мер Которые Сергей Глазев Предлагает Довольно наивные меры Без изменений Внутри Российской Федерации Все это Пустота Нечем будет воевать Нечем будет отражать Агрессию Которая уже организована Поэтому нам нужна Прежде всего Смена правительства Всей правящей верхушки И установление Русской национальной власти Без этого ничего не получится А тут Вместо одной войны Нам уже предлагают Две войны Одновременно Вот Российская Федерация Будет теперь Беспрерывно вести войны Пока Путина С командой Не вынесут Действительно Вперед ногами Они будут воевать Теперь всегда И чем жестче Чем больше будет Людей недовольных Своим экономическим Положением Тем интенсивнее Будет война Для этого И развязан конфликт С Украиной Он развязан С обеих сторон По взаимовыгодному И обоюдному соглашению Можнейшей задачей Является освобождение Украины От остановленного США Нацистского режима Формирование Новороссии На освобожденной От американца Нацистской Окупации Территорий Является Лишь частью Этой работы Работа Эта уже сорвана Ничего этого не будет Она может считаться Завершенной Только после освобождения Киева Силами Самого народа Украины Которую необходимо Пробудить От нацистского Кошмара И поддержать В борьбе За возвращение В родной лон Русского мира Бесплодная Риторика Бесплодная Потому что в лоно русского мира Надо прежде всего вернуть Российскую Федерацию Она находится Где-то в стороне Вообще в том месте Где нас ждет Только гибель Вот русского пути Русской цивилизационной Миссии Мы лишены Мы лишены Смысла существования России Именно в Российской Федерации Если мы лишены То уж на Украине На окраине Русского мира Конечно же Тоже будут лишены Всякого понимания Смысла Своего существования И там конечно Агрессивность Будет выше Потому что Там проще Обработать мозги Там эти мозги Готовы к тому Чтобы воевать Со своими братьями Они воюют Они воюют уже Они тоже подчиняются Порошенко Так как Русский народ На территории России Подчиняется Путину От этого подчинения Надо избавиться Прежде всего Надо очистить Свои мозги От всякого Сочувствия Кремлевскому режиму И конечно Надо порекомендовать Сергею Юрьевичу Глазеву Перестать служить Этому режиму Коль скоро Он понимает Экономическую ситуацию То он должен Перейти На какую-то Другую сторону В политическом смысле И то что Там платят Зарплату Дают эфиры Дают возможность Писать какие-то доклады И оповещать О содержании Этих докладов Высшей руководции Страны Это не значит Ровным счетом Ничего Ничего Кроме того Что Сергей Юрьевич Обслуживает Этот режим Который ведет Нас в пропасть В архиве Обнаружился Интересный документ Конечно я знал О его существовании Но вот так Он под руку Подвернулся Как раз к слову Это документ 2005 года С подписью Сергея Юрьевича Глазьева Вот эта подпись Конечно копия Ксерокопия Вряд ли это Воксимилия Но тем не менее Это документ Членов фракции Родины Обращение 2005 года Посмотрите Что пишет Будущий Помощник президента Человек Который Находится на стороне Того политического режима Которому служит От которого Получает Зарплату Я в последний раз Обращаюсь к вам К своим соратникам Разделяющим Со мной ответственность За объединение Всех патриотических сил В борьбе За спасение Нашего отечества Ради которой Вот ради Которой Ради какой Ради отечества Которой мы создали Блок Родина И повели за собой Миллионы соотечественников Ну ладно Речевой грех Это пустяк Обращаюсь С призывом Опомниться И прекратить Позорную возню Вокруг дележа Символического наследства Народно-патриотического Союза Родины Ну такого союза Никогда не существовал Блок Родины Это да Это ошибка Уже такая Я бы сказал Характерная Потому что Сергей Глазев Тогда считал себя Лидером Некоего Союза Который должен был Еще превратиться В партию Которую естественно Он должен был Возглавить С какой стати Это большой вопрос Как раз в тот момент Уже Вряд ли он мог бы Что-нибудь возглавить Поскольку авторитет Уже был потерян Полтора года назад То есть В 2004 году Этому союзу Был нанесен Тяжелый удар Предательство Ряда наших коллег Продавшихся Политическому противнику За посты И привилегии Полученные за поддержку Путина В нарушении решения Высшего совета Блока Об участии Родины В президентских выборах Сегодня эти же люди Добивают наш союз Сцепившись друг с другом В дележе Наследства Убиваемого им Блока Родина И дискредитируют Всех нас Сговором С продажными чиновниками Президентской администрации Прошло всего два года И Сергей Глазев сказал Проект Родина Закрыт Власть приняла Все наши условия Это произошло уже Под занавес Депутатской деятельности Власть приняла Все наши условия Всем спасибо Все свободны Я присутствовал На этой прощальной встрече Когда Глазев По сути дела Обнулил все свои обязательства Перед теми Ко он называл Соратниками От которых требовал Сплочения И ни в коем случае Не продаваться Противнику За посты И привилегии Полученные За поддержку Путина Добавим еще Что Участие В партии Родина В президентских Выборах Не предполагало Выдвижение Сергея Юрьевича Глазьева Кандидата В президенты Он сам себя Выдвинул Вопреки решению Высшего совета Высший совет Выдвинул Совсем другого Кандидата Но это уже Другая история Нас интересуют Здесь Вот именно Эти гневные слова Посты И привилегии Полученные За поддержку Путина Я призываю Вас Прекратить Дискредитирующие Нашу фракцию Интриги С президентской Администрацией И политическими Противниками Ради личных Интересов В ущерб Народно-патриотическим Силам И интересам Нашей страны Десять лет Прошло Можно уже Обратиться На самого себя Призывал людей К одному Сам Сделал Прямо Противоположное Ну и тут Требование Покаяться Персонально Там Бабурину Прекратить Прислуживать Президентской Администрации В своих Меркантильных Целях Персонально Шестакову Который Пришел Прямо Как Приятель Путина Во фракцию Родина Присвоившему Благодаря Поддержке Администрации Президента В обмен На политическое Предательство Символику Родины Опустившему Его До товарного Знака Ну вот Такие Такие Исторические Документы Можно сказать Печальные Прямо Скажем Потому что Можно все Очень правильно Говорить Об американской Агрессии О приближении Войны О чудовищном Состоянии Российской Экономики Всей политической Сферы Но не поминать Главного Врага Русского Народа Который Конечно Не Обама Какой-нибудь Который Тоже Марионетка В руках Закулисной Олигархи Как Как Можно Понять Как Можно Понять Я думаю Что Сергей Ильич Глазев Еще Будет У нас Кандидатом В президенты И Будет Призывать В свою Поддержку Голоса Патриотов Русских Националистов Русского Движения И многие Купятся На это Скажут Ну Посмотрите Какой Умненький Вот он Вещает С экрана Телевизора Никто Ничего Не Понимает Но Зато Как Умно Он Говорит Для Домохозяек Ну Просто Идеальный Кандидат В президенты А Реально Это Человек Который Находится На службе У ныне Действующего Режима И Пожалуй Что Своим Участием В президентских Выборах Он Поднимет Явку На этих Выборах Так же Как Сделал Навальный Вроде Как Враг Этого Режима За счет Этого Режима Выдвинулся Кандидатом В мэры Москвы Обеспечил Явку Обеспечил Иллюзию Того Что У нас Что-то Там Выбирается В Российской Федерации Вот так же Я думаю Иглазьев Может Поступить Потому Что Его Попросят В очередной Раз Попросят И Видите Как Человек Меняется Когда Его Извеличают В том Что Он Индивидалист И Эгоист И Действует Вразрез Интересов Общих Вот Той Команды Которая Борется С Ныне Действующим Русофобским Режимом Тогда Он Начинает Искать Кто Тут У нас Предатель Кто Предатель Выходи Строиться Посмотрим Им В глаза Ну А теперь Может Сергей Юрьевич Глазьев Посмотреть В глаза Тем Кого Он Предал И Предал Настолько Основательно Как Я думаю Наверное Ни один Из тех Кого Он Обвинял Не предавал К сожалению Он не назвал Фамилии Кроме Бабурина И Шестакова Кто Бегает В администрацию Кто Предает Интересы Тогда Вот Фракции Родина Выражающие Конечно На тот Момент Самые Сокровенные Чаяния Русского Народа Но Никто Ближе Не Подошел К этим Чаяниям Чем В тот Момент Блок Родина Когда Впервые За все Существование Российского Парламента Так называемого Парламента В Государственной Думе Оказались Национал-патриоты Русские Националисты Носители Русского Мировоззрения С тех пор Больше Это не повторилось Ни одного Человека В парламенте Российской Федерации Не было Из тех Кто мог бы Сказать Что да Я русский Патриот Я национал-патриот Я русский Националист Нет таких С тех пор С тех пор Нет Может быть Благодаря тому Что Сергей Юрьевич Глазьев Получил пост Сначала В Таможенном При самом Президенте Российской Федерации